МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Воронов и Григорий Соколов. Добрый день. Степан, расскажите о том, что это за учебное заведение, что оно из себя представляет. Горнозаводская общеобразовательная школа закрытого типа находится на территории Ставропольского края. Это единственное учреждение своего рода. Туда попадают подростки в возрасте от 11 до 17 лет, вступившие в концы к законам, но которым дан шанс изменить, отыграть и стать настоящим человеком. Вот как-то так. Вы стали директором этой школы в 2014 году, правильно? Да, точно. И вы сразу избрали курс на военно-патриотическое воспитание. Скажу больше. Наверное, будет правильнее даже сказано. 2014 год. Начало моей работы или трудовой деятельности в этой школе. Было сопряжено с приходом в край нового руководителя губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимировича Владимировича. Значит, патриот по духу, а не по наслышке. Значит, край по праву буквально за несколько лет стал занимать лидирующее положение в России именно по военно-патриотическому воспитанию. Мы не могли остаться в стороне, поэтому основной упор был именно дан на военно-патриотическое, духовно-нравственное и спортивное воспитание. А в целом вот эти три показателя сложились в некую вот систему перевоспитания трудных подростков. Можете вспомнить свой первый визит в эту школу? Когда вам только предложили ее возглавить? Ваши впечатления? Да, я помню. От начала июня месяца, значит, поездка в незнакомый мне населенный пункт в село Горнозаводское Кировского района, недалеко от станицы Советской. Честно говоря, являясь жителем Ставропольского края, я даже не знал, что такое село существует у нас в крае. Значит, по приезду было увидено, скажем так, само учреждение. У меня не было времени на раздумья, потому что первое, что увидел, это дети, которым нужна была помощь. Было принято решение остаться, не раздумывая. И 30 июня меня уже представили как руководителя этого учреждения, министром образования Ставропольского края на тот момент. Вот и все. Насколько сложным был переход на вот этот военизированный тип обучения, вообще проживания там кадетов? Значит, в течение первого полугода ломался стереотип ребенка. Ребенка, который не хочет, не может и не хочет, и у него нет желания перевоспитаться. Значит, были приняты определенные меры, которые позволили ребятам увидеть немножечко другую жизнь. Являясь офицером спецназа, в отставке, а бывших не бывает, пришлось привлечь максимальное количество своих бывших сослуживцев, боевых товарищей, максимальное количество силовых структур, чтобы ребята увидели, что в жизни есть другое. К чему нужно стремиться, чем нужно гордиться, и что есть вещи, которые гораздо важнее, чем тем, чем они занимались на тот момент. Как выглядит сегодня обучение в вашей школе? Ну вот расскажите, как проходит обычный день кадета? Типовой распорядок дня, одного дня нашего кадета. Подъем 7.30, утренняя физическая зарядка, время для умывания, построение на плацу, поднятие государственного флага под гимн Российской Федерации, завтрак, развод на плацу на учебные занятия. То есть с 1 сентября по 30 мая дети занимаются в обычной общеобразовательной школе. Значит, специфика нашего учреждения позволяет, мы закрытое учреждение, и на территории нашего учреждения находится общеобразовательная школа. Так же, как и столовая, банопрачный комбинат, различные спортивные объекты, то есть мы полностью автономны. Так вот, в 9.00 они убывают в школу, и до 13.30 они находятся в школе. То есть это обычный день обычного ребенка в школе. Единственное, чем он отличается, дети в форме. В 13.30 происходит повторное построение на плацу, дети переодеваются в гражданскую форму одежды, как правило, спортивная. Происходит обед, после обеда дети распределяются на, скажем так, секции и уроки дополнительного образования. Это, опять же, я уже об этом говорил. Это физподготовка. Это физическая подготовка. У нас прекрасно оборудованы футбольные летние и зимние спортивные залы. У нас на территории школы, благодаря, опять же, стараниям и непосредственному, я бы сказал, пристальному вниманию администрации Ставропольского края, есть свой бассейн, есть прекрасный зал борьбы и рукопашного боя, поэтому дети заняты. Очень развита секция по футболу. Присутствует кружок духовно-нравственного воспитания, в котором дети постигают основы православия, опять же, связанные как раз с русским воинством. Это Дмитрий Донской, Александр Невский, Минин, Пожарский и другие лица, Александр Суворов. Те, которые могут дать не просто пример, а показатель того, каким должен быть и как должен выглядеть настоящий мужчина. Я вот сейчас вижу перед собой двух таких бравых парней. Это одиннадцатиклассники, да? Да, точно. Выпускники школы, можно сказать. Спортивные, красивые, подтянутые. Можете рассказать для контраста, какими они попали к вам? Ну, хотя бы в нескольких словах. Ну, в двух словах. Значит, то, что мы видим сейчас перед собой, это контраст именно тех ребят, которые к нам попали два года назад. Вот справа от меня Виктор Воронов и Григорий Соколов. То есть это ребята, которые чуть больше двух лет назад выглядели совершенно по-другому, думали совершенно по-другому, но явно не были похожи на бравых парней. Скорее на бравого солдата Швейка из одноименной повести Александра Гашика. А сейчас это вот, я не побоюсь этого слова, могу ответственно заявить. Это патриоты, это войны, это люди, на которых может положиться наша сторона. Ну, я смотрю спортсмены, судя по кулакам одного из них, увлекаешься, да, боксом или каким-то единоборствием? Рукопашный бой. Рукопашный бой. Чем ты занимаешься? Рукопашный бой, бокс. А какие планы? Вот выпускной год, будете сдавать ЕГЭ, а что дальше планирует каждый из вас? Поступить в военное училище национальной гвардии, в город Санкт-Петербург. Так, а у вас? Поступить, окончить 9 классов, ну, отлично. Поступить на факультет физической культуры в городе Ставрополь, отучиться 4 года, получить образование, преподаватель физкультуры. Ты хочешь преподавать в школе, да? Да. Насколько просто будет ребятам поступить в учебное заведение, ну, в частности, в военное, да, потому что физическая подготовка у него будет хорошая. Знание достойное ли он? Значит, хочу сказать, то есть, вот, обычная общеобразовательная школа, 11 класс, Виктор Ворнов, здесь сидят два мальчишки, которые, ну, скажем так, имеют средний балл тестата 4,5-4,7. То есть, это ребята, которые учатся, ну, практически на хорошо и отлично, и отлично больше в плюсе. Значит, единственная трудность, все-таки, будет, наверное, все стереотип того, что ребенок не несет ответственности, что он когда-то совершил. И вот здесь, это вот некое исключение из правил, значит, это личное вмешательство нашего губернатора Владимира Владимировича, руководителей национальной гвардии. Это будет реальное исключение из правил, когда мы, мальчишку, у которого была мечта, сможем определить именно в военный институт войск национальной гвардии. Еще раз, я не хочу повторяться, Владимир Владимирович лично пообещал, чтобы мечта у парня сбылась. И я надеюсь, что он будет настоящим защитником нашей Родины. Насколько я знаю, ваши кадеты, помимо того, что они занимаются активно внутри учебного заведения, они еще выступают на соревнованиях вовне и просто много путешествуют. Вот об этом расскажите тоже. Ну, есть такой момент, это, наверное, было, вот как раз, когда мы с вами начали говорить, что было 4 года назад, нужно было поменять стереотип ребенка. Ребенок был за закрытым забором. Значит, мы сразу отбросили вот этот стереотип и дали ребенку увидеть то, что он не видел дома и никогда, наверное, бы не увидел. Значит, география настолько широка, что иногда даже у меня, вот, она вызывает некую зависть, такую хорошую, добрую, я бы сказал. Москва, Санкт-Петербург, Геленджик, Анапа, Золотое кольцо России, то есть это вот малый только такой круг, где дети побывали. То есть Москва два раза, Санкт-Петербург два раза, Геленджик два раза, Анапа два раза. Не просто Москва, а Подмосковье, город Балашка, дивизия Дзержинского, центр специального назначения ВИТИС. Это, скажем так, святая святых всего спецназа внутренних войск, ныне Национальной гвардии. Кадеты там прошли обучение. В этом году был беспрецедентный случай. Мы в количестве 14 кадетов выехали на соревнования по детскому триатлону, который называется «Юнная спецназовец». Она проводится на протяжении уже более 10 лет. Значит, наши ребята физически были готовы, хотя, приехав туда, мы столкнулись с тем, что не отрабатывали здесь. Это, прежде всего, стрельба из пистолета, потому что основная стрельба у нас автомат Калашникова и штурм здания, это высотная подготовка. Буквально за два дня, то есть до соревнований, мы прошли не просто малый курс, мы показали замечательные результаты. Мне не стыдно сказать, из 24 команд, которые принимали участие, а это профессионалы, это матерые бойцы, ребята с военно-патриотических клубов, более чем из 30 регионов Российской Федерации. В общем зачете мы стали шестыми. То есть 13 команд профессионалов остались позади. Привезли оттуда все ребята удостоверение, подтверждающее нахождение на территории учебного центра, прохождение учебной подготовки, получение сертификатов, ну и право называться юными спецназовцами. Мне интересно у ребят спросить, какая поездка больше запомнилась и почему? Самые яркие какие-то впечатления, можете вспомнить? Не запомнилась больше поездка в Москву, в Московскую область, в город Балашку, где мы принимали участие в триатлоне. Поездка в город Санкт-Петербург, экскурсия по городу Героя, мы посещали много разных мест, крейсер Аврора, Петергоф, Петроград. Вам направляют ребят, у которых определенные сложности с законом возникают по решению суда на определенный срок, правильно? Так точно. Они этот срок у вас там учатся, как мне кажется, перевоспитываются, перевоплощаются, правильно сказать, и потом просят, чтобы мы этот срок продлили. Есть такое, на данный момент из 25 воспитанников, находящихся в нашей школе, 13 это ребята, которые продлили сроки обучения в нашей школе. Это не просто нонсенс, это, наверное, то, что не укладывается в голову у здорового человека. Вроде бы закрытая школа, и вроде бы ребенок остается. Остается по простой причине. Потому что здесь многие из них первый раз обрели семью. Семью в прямом, в большом смысле этого слова. Значит, между собой есть такое понятие подоплеки. Мы внесли все-таки вот эту спецназовскую некую лепту. Братишка, брат, они понимают, что вот эти 25 мальчишек, они между собой братья, независимо от возраста, вероисповедания и национальности. Вот Виктор и Григорий. У Виктора срок заканчивается в апреле 2018 года. Правда, он немножечко на 4 месяца продлил. У Гриши заканчивается в марте, он продлил на 5 месяцев сроки обучения. Чтобы закончить обучение. Чтобы закончить обучение, именно получить. Потому что мальчишки понимают, что созданы все условия, чтобы они стали вот именно полноправными членами общества. Я бы сказал, больше все-таки гражданами нашей большой и великой страны. У меня последний вопрос. Он к каждому из вас адресован. Если можно, чтобы каждый ответил. Вот в начале кадеты. О чем мечтает каждый из вас? Давайте начнем с вас. Я мечтаю связать свою судьбу с армией. Стать военнослужащим. И построить карьерную лестницу военную. У меня есть мечта, чтобы по приходу с работы меня просто кто-то ждал дома. Не кто-то, а жена с детьми. Все было приготовлено. Жить просто. Будет полезен вроде. Коротко по военному. О чем мечтает директор школы? Знаете, наверное, мечта, которая в ближайшее время не сбудется, чтобы не было таких школ, чтобы не было брошенных детей, чтобы ребята, находясь в семьях, были любимы, востребованы. И все у них в жизни получалось. Ну, такая голубая, неизбыточная мечта. А по-хорошему, вот, как можно больше ребят попытаться вытащить вот из этой трясины и дать им права на жизнь. Вот и все. Спасибо большое, Степан. То, что вы делаете, это удивительно. Парни, я вам желаю, чтобы все ваши планы исполнились. Я, честно говоря, очень удивлен вашим рассказом и тем, что происходит у вас в школе. Спасибо. Можно я пожму вашу руку? Спасибо большое. Друзья, это было актуальное интервью, но вещание на своем продолжается. Не переключайтесь.